МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И связанного с ней оборудования. Ответственность за исправный работоспособное состояние газового оборудования законодательно закреплена за собственником либо нанимателем жилого помещения. Также основным условием поставки газа является наличие договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Его наличие обеспечивает проведение планового ежегодного технического обслуживания, что, в свою очередь, исключает возможные риски возникновения аварий с последующими жертвами. В чем же причина взрыва газа в жилых помещениях? Износ оборудования, недоработка газовых служб или управляющих компаний или пресловутый человеческий фактор? Основной причиной, конечно же, является этот человеческий фактор. Это несоблюдение гражданами простых норм, правил безопасности. Это использование устаревшего газоспользующего оборудования, непроведение его технического обслуживания, использование оборудования с неисправной автоматикой безопасности, позволяющей автоматическом режиме прекратить подачу газа при выходе за контролируемые параметры. Для недопущения аварий каждый потребитель должен неукоснительно соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами, а также ежегодно обеспечивать проведение планового технического обслуживания своего газового оборудования. Нередко взрывы происходят в квартирах, отключенных от газоснабжения. А всё потому, что недобросовестные потребители самовольно подключаются к системе газоснабжения, не пускают специалистов в квартиру или используют газовые баллоны, что категорически запрещено. Особенно опасны такие действия в многоэтажках, где проживают сотни людей, и число жертв возможного обрушения на порядок возрастает. При этом обязательным условием является использование газового оборудования строго по его назначению, в соответствии с правилами безопасности, а также рекомендациями завода-производителя того или иного газового оборудования. Будьте внимательны. Обязанность допуска специалистов в квартиру возникает только при наличии заключенного договора. Часто под видом работника специализированной организации к людям пытаются попасть мошенники или торговые представители. В целях безопасности проверяйте удостоверение и наличие спецодежды с логотипом той организации, с которой у вас заключен договор.